Алло, Игорь, добрый день. Игорь, я представлюсь, меня зовут Михаил Станкевич. Вы у нас ранее успешно проходили регистрацию по программе Рецепт Богатства. Все правильно, Игорь? Да. Регистрация ваша успешна, поэтому моя задача как специалиста, это будет помочь со всем разобраться, ну и помогу уже приступить к самой торговле и к заработку. Договорились? Угу. Вот, первым делом я хотел бы задать буквально вам несколько вопросов, для того, чтобы быть максимально полезным. Итак, сориентируйте, касаемо опыта торговли на финансовом рынке. Может быть, пробовали ранее так зарабатывать, подскажите. Только виртуально. Что-что? Ну, не на реальные деньги. Угу, то есть вы имеете в виду демо-счета, правильно? Да. Так, замечательно. И если всех нет, как успеть? В принципе, вопрос мало имеет значения, потому что это все-таки виртуальные счета. Но, тем не менее, получалось, когда пробовали? Да, не всегда оно получалось. Не всегда оно получалось. Так, хорошо, Игорь. А сориентируйте, сколько еще так же вам лет? 43. 43 года, насколько я услышал правильно. Угу. А сориентируйте, а как давно вообще вот это было, что вы решили попробовать все-таки здесь работать? Не, года три обратно. Года три обратно. Угу. Ну, довольно давно. Ну, да. Так, и по сути, что же в эти дни вас как-то так привлекло, не знаю, собственно говоря, решили попробовать, решили попробовать именно работать со своими средствами, ну и зарабатывать деньги все-таки? Сейчас вы имеете в виду? Да, да, именно в этом случае. Не знаю, реклама. Больше рекламы. Ну, да. А сами чем занимаетесь, Игорь? Работаете? Работаю. Работаете. А работаете, позвольте, поинтересоваться где-то за границей, либо именно в самой Латвии? В самой Латвии. А в какой же сфере, в таком же направлении вы эксперт, собственно говоря? Охранной. Угу. Охранная компания, либо вы как наемный работник? Наемный работник. Больше как наемный работник? Да. Я вас услышал. А сориентируйтесь, да, такой вот нюанс, касаемо цели вашей регистрации. Просто есть разное количество клиентов, то есть все, говорится, так же разные. Вот. Поэтому у каждого должна быть своя цель, то есть что бы хотелось, не знаю, приобрести дом, не знаю, разобраться со своими какими-нибудь долгами, кредитами и так далее. Ибо же просто зарабатывать что-то себе дополнительно, получая при этом. Дополнительно. Какая ваша? Угу. Я так понимаю, у вас никаких таких задолженностей, трудностей, финансового характера не имеется. Угу. Я вас услышал. Вот. Касаемо того же видеоролика, подскажите, какие-нибудь вопросы остались? Либо давайте все это поэтапно, как говорится, пошагово будем разбирать. Ммм, вопросов в принципе нет. В целом, что нет. Угу. Смотри, здесь ситуация в том, что вот вы прошли регистрацию на торговлю на финансовом рынке. Но в чем здесь уникальность и преимущество работы? Это то, что вам не нужно будет здесь самостоятельно делать анализ, читать, вычитывать, изучать какую-то информацию, то есть проводить время за компьютером, грубо говоря, целый день. Здесь вы занимаетесь дальше своими делами, то есть работаете, путешествуете, отдыхаете, пока данная система непосредственно будет за вас открывать сделки, делая эти все анализы и приносить вам в принципе ежедневный доход. Почему бы и нет, понимаете? Вот если брать по каким-то промежуткам временным, как месяц, да, то есть первый месяц у меня по статистике клиентов идет доходность, ну, ни много ни мало, но, как правило, до 800, до 900 евро. Вот. Это если начинать именно при минимальных инвестициях. Если начинать с чего-то небольшого, уже до конца месяца получится действительно стоящая сумма. Сами понимаете, что сейчас происходит в той же Латвии, так и, как по мне, все-таки дополнительный доход до одной тысячи в месяц, это уже считается неплохим. Ну да. То есть, примерно, ваша зарплата, которая является, ну, грубо говоря, там, пускай столько же, да, то есть... Ну да, да. Вот. Здесь вы будете зарабатывать, пускай в два раза больше. Соответственно, получится больше тратить, возможно, на какие-нибудь свои потребности откладывать, если такие есть цели. Вот. Ну, и, в принципе, не мне вам, как говорится, указывать, помогать, как тратить деньги. Это ваше право. Вот. Касаемо того, где же будут находиться средства, так деньги будут находиться у вас на торговом счету, доступ к которому имеете исключительно вы. Соответственно, появились какие-нибудь средства, то есть дополнительные, да, программы заработка. Вы вправе, и только вы вправе ему управлять и руководить. Сориентируйтесь, какие-нибудь вопросы на данном этапе. Торговый счет к какому банку принадлежит? Объясню. То есть, смотрите, вы подскажите вообще по Латвии, это каким счетом пользуетесь, каким банком? Двину банками, Цитаделя и Швед. Цитаделя и Шведбанк. Вот, то есть, смотрите, по торговому счету это будет точно такой же, как ваш, допустим, даже банковский аккаунт, банковский счет, понимаете? Доступ к ним имеете исключительно вы, но это не совсем как в банке счет, понимаете? Это торговая такая ячейка, но доступ к всем средствам имеете и распоряжаетесь только. Соответственно, как снимать прибыль? Переходите в раздел вывода средств. И дальше, как я понимаю, вы пользуетесь двумя банками, соответственно, прибыль будете получать так же. Ну, если деньги уходят с моего банковского счета, значит, они уходят в другой банк. Какой банк они уходят? Видео, это тогда на ваш торговый банковский аккаунт, понимаете? Замечательно. А вот этот торговый счет, он должен прикрепиться быть какому-то банку. То есть, ну, они не могут деньги находиться в воздухе. Они либо в одном банке, либо в другом банке. Ну, вот какому банку... Погодите, минуту. Ай! Да? Да, хорошо, я, я, я. А вот. Вот, и какому банку счет? Ну, смотрите, ситуация в том, что так как компании все-таки международные, это в целях безопасности идет на три различных банка. То есть, в какой именно, то есть, в каком банке конкретно будет ваша ячейка, ну, я за это никаким образом не управляю. Даже этой информацией, честно говоря, не интересует. По той причине, что я подписываюсь, да, непосредственно на пользовательское соглашение о безопасности персональных данных. То есть, как своих, так и тех же клиентов. Точно так же и вы. Вот. Поэтому ваши клиента будут находиться в полной безопасности в одном из крупнейших банков, именно Европа. Хорошо. Три банка. Какие три банка? Я так же не владею этой информацией. И я так даже вам скажу. Вам эта так же информация ничего не поможет сделать. Нет, мне эта информация поможет, ну, где этот банк зарегистрирован. Ну, либо в офшорной зоне зарегистрирован, либо зарегистрирован в Англии, там, я не знаю, в Германии, либо в той же Латвии. Ну, смотри, если я вам назову, допустим, три различных банка, правильно, это будет точно так же банк европейских зонов. Соответственно, банк европейский. То есть, это не может быть какая-то офшорная зона. Это, как вы выразились, да, либо же Германия, либо тот же австрийский какой-либо банк, либо, в конце концов, швейцарский. Понимаете? Вот. Вы можете называть банки? Не могу. Почему? Потому что я объяснил, по какой причине. Я же объяснил. Ну, это никакая не кондиофициальная информация, а в каком банке хранятся деньги. А кондиофициальная информация, это... А? В каком это плане? Ну. А откуда мне знать, с какой вы целью вообще можете данные вопросы мне задавать? Ну как, я хочу инвестировать деньги, вы не называете, в каком банке будут находиться мои деньги. У меня есть... Стоп, послушайте меня. Ситуация в том, что у меня есть огромное количество клиентов, которые зарабатывают не только вот эти до 1 тысячи евро несчастные, но, пожалуй, крупные суммы, понимаете? Поэтому, если бы я знал, в каких счетах, на каких счетах банковских набирают, на банковском счету, на каком именно у них находятся данные суммы, меня бы посадили, понимаете? За что? Поэтому я не имею права, во-первых, разоглашать данную информацию. Ну, я не знаю, кто вы... За что бы вас посадили? За то, что вы скажете, в каком банке будут храниться мои деньги? Ну да, вот именно, что я соображаю, что я говорю. Ну, это никакая не кондифициальная информация, в каком банке будут храниться мои деньги, то есть. Подскажите мне, кто вы такой? Вы охранник, который живет в Латвии, либо кто? Конечно. Правильно я понимаю? Ну, отлично. Так с какой целью вы интересуетесь за этим? Мне такие вопросы. Ну, я хочу знать, где будут храниться мои деньги, понимаете? Но если я иду в банк, я иду в конкретный банк, да? То есть вот у него есть офис там-то-там-то. Я знаю, что в этом банке мои деньги. То есть я знаю, где находится центральный офис. Стоп, Игорь, откуда мне знать, что вы не какой-то представитель безопасности по Европе, по той же Латвии, а как вы выражаетесь, охранник в Латвии, просто обычный разнорабочий. Ладно, допустим. Налоговый инспектор. Хорошо. А вы оказываетесь все-таки обычным охранником. Смотрите, вы говорите, я представляю службу безопасности Европы. Такой службы безопасности, во-первых, нету, да. Есть международные, европейские, скажем... А ну давайте, вы решили поумничать, или что вы? Нет, я вам объясняю, что вы мне не хотите сказать, в каком банке будут храниться мои деньги. Ну, вы говорите, что это... Потому что я вам объясню. Во-первых, эта информация доступна исключительно клиентам компании, коим вы на данном этапе не являетесь. Замечательно. Вот смотрите, я прихожу в банк, да, прихожу... Я говорю еще раз. Я ответил на ваш вопрос? Нет. Ну, я прихожу... Вы можете приводить какие-либо там аналогии? Мне абсолютно неинтересно, как работает ваш банк. Куда вы там собираетесь приходить, дабы открывать себе какие-то счета? Понимаете? Ну, значит, вы мошенники. Если вы не говорите, где... Ну, потому что вы не желаете, в каком банке будут храниться мои деньги. Значит, вы мошенники. Вы интересную, конечно, параллель привели. Ну, я и понимаю, понимаете. Поскольку вы человек, который живет в Латвии и работает обычным охранником. Я еще раз повторяю. Обычным охранником. Да. Вы человек, который зарабатывал в своей жизни за месяц не более чем одна тысяча евро. И пытаетесь мне что-то доказать. Игорь Андреев. Я желаю вам, во-первых, читать больше литературы, а не только разгадывать кроссворды. Понимаете? Ага. Как-то старайтесь быть более образованным все-таки человеком и становиться такой же личностью. Знаете, есть такой канал в Ютубе, мошенники, разговоры. Вот вы там будете в этом канале выложены. Замечательно. Да. Удачного вам дня. Можете сейчас посмотреть там, послушать. А? Ваша супруга, я так понимаю, тоже там снимается? Все нормально. Вот зайдете, я думаю, на днях вы там будете, я передам обязательно в этот канал вас. Понимаете, Игорь. И это законом нарушения. Мошенничество. Есть статья уголовная. Вы в курсе? Вы где находитесь? В Киеве или в Одессе? Что еще раз? Где вы находитесь? В Киеве или в Одессе? С чего вы взяли такие выводы? Слушайте, вы когда ходили под стол пешком, я уже работал в охранной деятельности. Я знаю, на каком канале вы сидите в Телеграме. Понимаете? Я знаю номера ваших адресов офиса. И это уже было передано в службу безопасности Украины. Понятно вам? Субтитры сделал DimaTorzok